Доброе утро, друзья! У меня, правда, какое-то дикое ощущение, что я снова попал в школу. Пришли люди, принесли счеты, причем какие-то необычные, и говорят, что ментальная арифметика – это наше будущее. У нас сегодня в гостях руководитель Академии Ментальной Арифметики Амакитс Берсенев Виталий Владимирович и управляющая Академией Ментальной Арифметики Амакитс Строгалова Лариса Романовна. Доброе утро! В чем смысл ментальной арифметики и зачем она нужна и детям, и взрослым? Ну, прежде всего, хочется сказать, что такое ментальная арифметика. Ментальная арифметика – это программа развития умственных способностей и интеллектуального потенциала человека с помощью вычисления арифметического с этим нефитрым прибором, который называется абакус, без участия компьютера и других гаджетов и других письменных принадлежностей и носителей информации. То есть мы, получается, снова учимся считать? Наверное, мы не снова учимся считать. Мы, наверное, стараемся разбудить свой мозг до такого состояния, чтобы он мог быстро, оперативно принимать решения, в том числе и вычислительные навыки осуществлять очень быстрыми темпами. Для того, чтобы человек научился считать быстро и принимать решения, нужно разбудить правое полушарие коры головного мозга до такого состояния, чтобы человек мог мыслить не только цифрами, не только логикой через левое полушарие, но и образами через правого. Для этого есть такой прибор, который называется абакус. Абакус предназначен для того, чтобы мы тактильно научились выполнять определенные математические действия, а затем, представив его визуально, уже могли устно, в уме осуществлять действия. Почему нас в школе учили считать столбиком, на калькуляторе, как угодно, только не вот так? Ну, эта система недавно пришла к нам в Россию, и она вообще давно существует в мире, но просто мы познакомились с ней совсем-совсем недавно. Заметили ее гениальность, подтвердили ее с научной точки зрения и решили внедрить свою систему, пока не в школах. Хорошо, давайте тогда перейдем к практической части нашего занятия, сегодняшнего урока. Как считать? Цель обучения сначала на абакусе научиться складывать и вычитать просто косточки, которые здесь расположены. Я еще раз повторюсь и скажу, что в принципе абакус устроен точно так же, как любые счеты школьные. Но здесь маловато косточек. Косточек маловато, но и система исчисления другая. Так же, как на счетах обычных, на которых мы обучались в начальной школе, первый ряд справа – это единицы, десятки и так далее. Вот сейчас мы попробуем научиться считать двузначные числа, то есть единицы и десятки за короткий промежуток времени. Именно в этом заключается смысл всей системы. За маленькое количество секунд сосчитать многозначные числа, и тогда пробудется правое полушарие. Давайте попробуем. Итак, вы помните, что мы работаем двумя пальцами. Большим пальцем мы прибавляем, указательным вычитаем. Итак, поставим счеты свои на ноль, прибавляем. Плюс 22. 22. Минус 11. Плюс 55. 55. Плюс 12. Ответ? Ответ? Нет? 8. А это 70. 78. Совершенно верно. Нет! 78. И вот точно так же, как и вы сейчас считали, но гораздо быстрее, дети могут сосчитать, ну, буквально за 1,5 секунды. И помогает им в этом электронная платформа, которая сопровождает весь процесс обучения. Каждый день, вы уже сказали, что мозг – это мышца, его нужно тренировать. И каждый день ребенок тренируется по 15 минут и получает через полтора месяца гениальные результаты, когда он одновременно может читать стихотворение и считать. И главное, он получает удовольствие от этого. Курс рассчитан на 2 года. Он рассчитан, развивается на несколько степеней. Это как в спорте, раз это мышца. В спорте существует же в карате черный пояс, желтый пояс. Здесь 9 степеней. И вот достигнув 9 степени, можно достигнуть только через 2 года и уже апеллировать. И дневных тренировок. И дневных тренировок. А что будет через 2 года? Расскажите мне. И уже апеллировать. Вы же видели людей, которые 2 года этим занимаются? Люди, которые прозанимались 2 года, это независимо, дети или взрослые, потому что курс предназначен для детей от 6 до 16 лет, а для взрослых вообще до 99. Он рекомендован как для детей даже с особыми возможностями здоровья, так и взрослым, да, с различными заболеваниями, которые нас могут настичь в старости. Альцгеймер не страшен? Не страшен, если мы будем тренировать мозг каждый день. Это уход вот как раз от этой неприятной болезни. В итоге это успешные дети и успешные люди. Это успешные люди, уверенные в себе, с развитым креативным мышлением, с логическим мышлением. Люди, которые за короткий промежуток времени могут обработать большой объем информации, что непосредственно и требуется в современном мире. Через какой промежуток времени человек переходит вот с таких счетов, да, на воображаемые? Зачем? Со второго занятия. Это для того, чтобы разбудить образ в голове. То есть мы запоминаем, как трогаем эти костяшки? Совершенно верно. Воспроизводим число, которое мы передвигаем. Передаем в правое полушарие. Правое полушарие моментально визуализирует этот образ, то есть рисуя табакус. Мы пальчиками помогаем эти косточки передвигать. Число, конечный результат. Видишь, когда двигали, не думали, сколько получилось промежуточно? Совершенно верно. Вот это разработал уже ментальный уровень. Вы передвинули образ в левое полушарие, и оно выдает вам результат. Сережа, видимо, ушел в расчеты уже своей прибыли, как настоящий бизнесмен. А мне расскажите, пожалуйста, если я тоже захочу научиться так считать, потому что пока у меня не очень получается, куда идти, что делать? Ну, к нам можно записаться и заполнить онлайн-анкету в соцсетях на сайте, ну или позвонить по телефону. Итак, 10 тысяч миллионов у меня получилось. Именно столько я буду зарабатывать, когда освою ментальную арифметику. У нас в гостях сегодня были основатели Академии ментальной арифметики в Ярославле, Берсенев Виталий Владимирович и Строгалова Ариса Романовна. Спасибо.